Одесса! 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 24 и 25 августа 2018 года Дизель Шоу приезжает в Одессу Чтобы дать аж два концерта Такого вы еще не видели Новая программа! Новый счет я могу Приходи на наш концерт 24 и 25 августа Мы будем ждать именно тебя И не забудьте сделать репост в твое видео Чтобы не пропустить Одесса, мы ждем вас на Дизель Шоу! Куда я дома? Это что происходит? Любименький, я хотела сделать тебе подарок Подарок? Я так вижу, ему ты подарок уже сделала, да? Судя по его довольной роже Или ты с такой дебильной улыбочкой по улице ходишь? Сейчас я тебе кисточку отрывать буду Ага, вы неправильно все поняли Эротическая живопись это искусство Мы составили шедевр Шедевр! Молчи! Я за искусство все знаю Цена ж картины повышается, когда художник творить не может Вот я тебе когда твою кисточку оторву Ты уже такое в спальне моей творить не сможешь Иди сюда, я тебе сказал! Ну, мне моя кисточка еще нужна у меня дома Своя натуршица есть Что? Тогда я из тебя Ван Гога делать буду Только я тебе не только ухо оторву А еще и зубы Ну? Ну, это же картина была специально для вас Ваша жена попросила Я хотела сделать сюрприз на твой день рождения Офигенный сюрприз В смысле, картина была бы сюрпризом Ну, согласитесь, получилось прекрасно Какие формы, линии, какой изгиб А, какой изгиб! Я этот изгиб видел еще когда он был реально как на картине Между прочим, женщина, как дорогое вино С годами становится лучше Скисни Да, некоторые моменты я, конечно, приукрасил Некоторые? Да ты полный апгрейд сделал Посмотри на ее попку Это же... Это же крепкие орешки А тут вот апельсины и такие уже полежавшие Ну, да, ушли из меня, довольно Она довольна Да и другим тогда получить удовольствие Коллега, а что вы думаете по поводу груди нашей натурщицы? Ну, они как гончие псы, которые устремлены к сердцу мужчины А мне вот больше они напоминают спаниеля, который потерял своего хозяина Знаете что? А сами посмотрите на себя Один рисует раз в месяц А второй обещал принести кисть для побелки А у самого кисточка для подводки бровей Все, я ухожу, а вы меряйтесь своими кисточками сами Да, я, пожалуй, тоже пойду домой А-а-а-а-а-а-а Тебе домой мы пойдем вместе Теперь я буду рисовать твою натурщицу А если я не соглашусь? Ну, тогда тебя нарисуют Точнее, обрисуют Вела, ну только такие Не очень профессиональные художники А я А я Как? Вот так вот без суда и следствия? Я требую адвоката А я требую, чтобы вы сохранялись в спокойствии Тихо Слышишь, кто-то на балкон лезет Мой-то в командировке Это значит воры Сделай что-нибудь Ползет, ползет, ползет Ты что? Это же мой муж Как муж? Быстро одевайся, пока он не пришел в себя Быстрее Если он нас увидит Он нас поубивает Давай, давай, давай Он сейчас очнется Ты сказала, он только завтра должен Я тоже так думала Ага Все, он очнулся Он очнулся, он очнулся Он очнулся Раснулся Ну что ж, давайте еще раз повторим ваши показания Гражданка Шевчук я Шевчук Давайте еще раз повторим ваши показания То есть вы утверждаете То есть вы утверждаете, что вы смотрели телевизор Как вдруг услышали посторонний шум на балконе Подумав, что это вор Вы его огрели И вызвали полицию Вот так и было, как вы говорите Запишите А я муж ейный Проживаю Это жил в площади Думал любовник к нее Хотел залезть Застукать их И прибить А получилось Меня прибили Запишите Прибили меня Ну зачем же вы сами-то полезли Мы-то зачем Для чего? Чтобы просто так форму носить и зарплату получать? Вызывайте нас А сами ни в коем случае Ни пальцем даже не трогайте его Вы что, какое насилие? Так а что же мне делать, если Я его застукаю? Ну, если застукали Поступайте, как мы На первый раз сделайте предупреждение И отпустите Поверьте, это лучше любого насилия Так а если я в командировку? В командировку? Ну, что же с вами делать? Вот, пожалуйста, мой телефон Как только будете знать, что едете в командировку Звоните мне И я присмотрю за вашей квартирой И за вашей супругой Спасибо 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 большое Счастливо Да, всего доброго Честь имею Всего хорошего Работает все-таки полиция Улучшение на лицо А это что? А это... Это... Погоди Я сам отгадаю Это полицейский вошел Увидел, что я лежу Подумал, что ты убийца Приковал тебя наручниками Чтобы ты здесь не нарушила улики Правильно? Какой-то у меня... Молодец Молодец Офицер Офицер Какой темный страшный лес Попалась красная шапочка Уходи, серый волк Не для тебя мама пирожки лепила А ты не хочешь спросить у меня Почему у меня такие большие глаза и ушки? Я хочу знать А все ли у тебя такое большое? Сейчас узнаем Это что у нас здесь происходит? Мы ре-пи-пи-пи-пи-пи-пи-дируем С коллегой Да, у нас скоро корпоратив Корпоратив Каждый отдел должен приготовить творческий номер Вот мы и делаем сказку Красная шапочка И серый волк А что, волк в трусах? А это чтобы в роли животного вжиться По Станиславскому работаете? Да Очень приятно А это что такое? Лукошка Что там? Пирожки Отлично Я как раз с работы голодный, как Вот этот вот в трусах А может быть не надо? А может быть не надо? Интересные пирожки Ну что ж, псина Сейчас я тебя дрессировать буду Лежать! Стоять! Сидеть! Лапу! Не трогай ее! Скотина такая! Голос! Молчать! У-у-у-у! Молодец! Хорошая собачка Так, а теперь тапочки принеси А вот, пожалуйста Я сказал Принеси Быстро! И пивка по дороге захвати Хорошая собачка А у тебя Почему такие большие глаза? От страха А может быть Ты меня отстегнешь, а? Не могу Мне же твоего кобеля еще стерилизовать нужно А вот потом Займемся тобой Ну-ка Тузик Шарик Как я тебя там назвал? Ты что мне тут в тапки надел? Ах ты что? Теперь Молодец Ты как? Я была Быстро Заброй вещи и прячемся Не, иди, иди, иди Ты где? В шкаф В шкаф Ты как? Я здесь! Так. Ну и где этот потенциальный труп? А о ком это ты? В шкафу? Понятно. Никакой фантазии. Эррокер. А я думала, это Вика. Ты кто? Я Женя. Евгения. Подружка Вики. А я муж твоей подруги. А мне Вика про нас рассказывала. А мне Вика про тебя ничего не рассказывала. И давно вы с ней? Что? Дружите. Со школы. Два месяца. Так все-таки? В смысле, дружим мы со школы. А встретились недавно, два месяца назад. Да, теперь видимся каждый день. А в шкафу что ты делал, ла? В прятки играли. Тук-тук-тук, Женя. Играет туда. Куху. Куху. В домике. Две тридцатилетние бабы играют в прятки. Что, поинтереснее игр не нашлось, что ли? Бутылочку, например, или там. Карты на раздевание. Нет, ну мы с Викой и в такие игры играем. Мы с ней такие шумишки. Особенно, когда выпьем. Недавно под Монатикой так на кровати прыгали, что сломали ее. Так это ты сломала. Понятно. Ну что, тогда, может, выпьем? Да, втроем попрыгаем. Я бы с радостью, но мне пора домой. Сериал там начинается. Мой любимый пес. Такая собачка милая. Все подружки ее обожают. Все, пока, дорогая. Ну что ж, сериал это святое. Не буду задерживать. Обнимемся, что ли, на прощание? Я вообще-то с незнакомыми мужчинами не обнимаюсь. Ну ладно, до свидания. Что вы делаете? Что я делаю? А я тебе что, не объяснил? Что я всех подруг ее ненавижу. Особенно тех, которые ходят в туфлях мужских сорок пятого размера. Омляйся. Ты что стоишь? Давай дуй в шкаф. Зачем? Прячься. Найду, убью. А ты пойдем подругой. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Твою мать! Яна! Что вот это такое? Ботинок. Ты что, меня изменяешь? С ботинком? Яна, не морочь мне голову. Где он? Саш, ну ты... Вот ты где. А ну, иди сюда, тварь. Саш, я не тварь, я гражданин. Полицейские не имеют права так общаться с гражданами. С гражданами, да. Но ты-то тварь. Нет, я гражданин. У меня и паспорт есть. Посмотрите там, в штанах. Я тебе сейчас в трусы загляну и кое-что тебе оторву. Саш, давай не будем ничего отрывать. Как это не будем? Будем, будем. Полицейские не имеют права рукоприкладствовать. А кто сказал, что я тебя буду трогать руками? А ну-ка, вылазь! Ну, это же противозаконно. Почему это противозаконно? Об этом никто не узнает. Ну как же? У вас же камера на груди, она все пишет. Ну да. Что ж с тобой делать-то, а? Сфотографировать и отпустить. Что? Матюкаться тоже не советую. Вас за это могут уволить. Да? А кто же это меня уволит? А? Ты что ли? Я. А, это... Здравия желаю. Саша, тут такое дело. Ты же ходил в новую полицию, а твое начальство взяток не берет. И вот пришлось договариваться так, как умею. И вот до сих пор договариваемся. Подожди, я уже полгода как в полиции работаю. Ну, ты же повышение хочешь? Хочу. Вот, и... Лейтенанта хочу. Как скажете? За лейтенанта. За лейтенанта. Ну, я так понимаю, инцидент исчерпан. Все, я на патрулирование. Лейтенанта. Да, я уже как-то перехотел. Если вдруг помощь нужна какая-то, вызывайте 14-й патруль. Да, конечно. Ну, давай, лес, нападай на свою ланьку. Ух, мы сейчас устроим сексуальное сафари. Давай, Олешка, кушай меня и ешь, и жуй. Пока твой рогатый муж бегает за рогатыми животными. СМС-ка. А! Возвращаюсь с охоты, накрывай на стол. Чуть не успели. Ай, а раньше успевали. Надо будет тебе нового любовника завести. Какого? Прячься. А может, я через мир успею? Тут не успел, а там успеешь. Прячься, говорю, успеешь. Я успел прятаться. Откуда я знаю, ты любовник или я? Ладно, все, я в шкаф. Давай. Попалась дичь. Ой, дельфины! Стоять! Попался кабан. Долго я тебя выслеживал. Долго я маскировался. И вот он ты здесь. Мы даже ничего и не начали. А ты думаешь, легко было слышать, как вы тут? Олежка, Викуся, ешь меня, жуй, подавись, скотина. Ну все, сейчас я из тебя кабан сальтисон делать буду. Не надо. А из тебя, лань господня, чучело за мастырио. Знаете, вот с ней делайте, что хотите. Что? Меня не убивайте. Меня нельзя убивать. Почему это? А я в красные книги занесен. Точно. Ты ж козел редкостный. Их всего двое в мире осталось. Козел и козлих. Ну ничего, сейчас мы этот списочек подправим. Надо. Блин. Берегите природу, я вас умоляю. Я люблю тебя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Саша, что происходит? А в шкафу-то у нас никого нету. Конечно, Саш, никого у нас там нет. А почему? Может, у нас там любовница? Чья любовница, Саш? Разве что, Машего соседа. Он попросил тебя, чтобы ты в наш шкаф запихнул его любовницу. Потому что в его шкафу места уже не хватает. Ну почему же? Может, там моя любовница? Саш, разве что ты украл ее детей. Нет, я, между прочим, привлекательный мужчина. Саш, конечно, привлекательный. Тебя моя мама, бабушка и тети считают прекрасным и идеальным тетей. Я, между прочим, очень сексуальный мужчина. Саш, опять грыжи беспокоит? Яна, в этом шкафу моя любовница. Хорошо. Ой, как же ты мог! Ах, какой же ты! Женщина, если вы думаете, что он перепишет на вас нашу квартиру, то вы глубоко ошибаетесь, потому что она записана на меня. Если вы меня сейчас не слышите и не видите, то значит вы бабушка. Эй, бабушка, выходите. Это кто здесь с бабушкой, я не поняла? Это моя любовница. Да. Простите, кто вы, что, сумасшедшая? Нет, она нормальная. У нее даже справка есть. А может быть, это любовь? Да. Че-то я понять не могу, стоп. Че тут непонятного? Слышь ты, встала и пошла накрывать на стол, знакомиться будем. Я прошу... Бегом! Хорошо, я думал. Голубцы, будете? Спасибо вам огромное. Вот это ваше... Бегом! Я на вооружение возьму. Так, вот, возьмите ваши денюжки. Еще раз спасибо. А вы знаете, я не могу просто так уйти. Я ведь ваша любовница. Вы хоть и буфетчица, но замечательная актриса. Ну все, идите. Деньги я, конечно, возьму, но это не повлияет на наши отношения. Она хотела доказательств. Она их получит. Микуля! Муж! 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 А чего здесь так тихо? Привет. Борщ на столе. Вот. Нет! Здрасте. Я не понял. Фу, слава богу, Викова. Он не догадался, что происходит. Он же сам сказал. Я не понял. Ты чего, дурак, все он понял. Конечно, я понял. Чего тут не понять? Ты у меня в квартире. У меня в кровати с моей женой. Он тебя сейчас убьет. Молись. Я тебя сейчас убью. Что ты ему подсказываешь? Что ему делать? Если он тебя так слушает, скажи, чтобы он шел на работу. Идите на работу, молодой человек. Тогда я тебя просто сейчас завалю, да и все. А вот этого, пожалуйста, делать не надо. Не надо, пожалуйста, вот этого. Иван. Назови мне хоть одну причину, почему я не должен этого делать. Ну, во-первых, вы тут все испачкаете. Есть рации. Во-вторых, это противозаконно. И в-третьих, я сам когда-нибудь умру. Это же неизбежно. И не вам решать, когда именно это произойдет. Кому решать? Есть бог, есть врачи, банк, в конце концов. Какой еще банк? В котором у меня ипотека. Ну, что, ну, что непонятного? Еще варианты. Еще варианты? Я, ну, вот если честно, я боюсь умирать. Все боятся. Еще? Еще. Ну, собака будет скучать. Моя собака будет скучать. Вот это уже лучше. Вы смотрели фильм «Хотико»? Я смотрел. Я плакал. А собака там осталась одна, ждал. Фигня. Еще? Еще. Я обещал. Дети? Я обещал детям, детям, что я станцую на их свадьбе. Обещание надо сдержать. Хорошая попытка, но нет, слабо. Я хороший. Женение изменяем. Почти. Я общительный. Со мной не скучно, в конце концов. Да, ты просто супер. Ну, давай, завтра утром разберемся, хорошо? Утром, так утром. Хорошо. Я же пою хорошо. Скажите девушке, подруге вашей, что я на чей сплю, о ней мечтаю, о чей прекрасном. Я прошу прощения, у вас на такси не будет? Пошел вон отсюда. Ладно, пешком пойду. Я не могу, айд, мы с чем-то нормальным. Яна, муж на час пришел. Хорошо, я в кухне. Ага. Ну, вот наша квартира. Ага. Да. А скажите, а почему в объявлении написано не просто муж на час, а идеальный муж на час? Че поймешь. Ага. Значит, смотрите, нам надо картину повесить. У нас шкаф вот скрипит, дверка отпадает. И телевизор надо настроить. Я потерял эту, как она? Инструкцию? Да, инструкцию. Да. Да вы не волнуйтесь, это все поправимо. Ну, отлично, хорошо. Давай, приступай. В смысле, я думал, что... А не надо думать. Думать вообще вредно. Работать полезно. Знаете, гвоздь. Начинай с картины. Давай, 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 давай. Ой. Че кровать такая жесткая? Жесткая. Осторожнее, е-мое. По пальцам все. По часовой закручиваем. По часовой откручиваем. Ага. Ну все, готово. О! Блин. Е-мое. Просыпайся сначала давай. О! Все. Настроил. Даже платные каналы. А для взрослых. А, сейчас, секунду. Привет. Ой, ну что вы, мальчишки? Пожалуйста. Яночка, все отлично. Я картину повесил, шкаф отремонтировал, телевизор настроил. Ой, ну ты прям идеальный мужчина. Спасибо вам. Да это просто моя работа. Слушайте, а может тогда такой вот повод, выпьем чего-нибудь? А я как раз приготовила. Ну что, пожрать можно? Точно. Я сейчас принесу чайкушечку. Не-не, я на работе не пью. Ну может тогда чайку? Чайку можно. Отлично. Зайка, а ты не устал? Нет, мне даже нравится. А ты ничего. Чайок готов. Давай. О, чаек. Давай. Подождите, когда вы успели? Меня всего три минуты не было. Идеальный муж, он на то и идеальный, чтобы за час все успевать. Знаешь, Саша, иногда идеальный муж может довести свою жену до полного счастья за три минуты. Да я бы и дольше мог, но у меня просто час закончился, а у меня еще пять вызовов до обеда. Да ты не волнуйся, это все входит в стоимость. Давайте. Адью. Яночка, я дома. А-а-а. Вот вы и попались. Ой, Саша. А ну вылазь. Вылазь, я тебе сказал. Вылазь. Саша, Саша, не надо. Что значит не надо? Не надо было тебе десять лет назад текилой угощать, а сейчас уже поздно. А ну вылазь давай, вылазь, я тебе говорю. Олег Викторович? Здравствуйте. А что вы тут делаете? Здравствуй, Скорьцов. Что я здесь делаю? Как обычно, я доделываю за тебя твою работу. На работе я отчеты за тебя дописываю. А дома должен с твоей женой досыпать? Ты думаешь, мне это приятно? Думаешь, мне нет других жен, с которыми мне бы хотелось спать? Олег Викторович, я понимаю, спать с моей женой не самое лучшее занятие для мужчины. А вот у нас в руководстве другое мнение. Честно говоря, ехал тебя уволить. Но вот жена твоя меня переубедила. И теперь я хочу тебя повысить. Повысить? Повысить. Вот до какой должности? Ну, это от жены уже твоей зависит. Яночка, ты постарайся там. Хочу должность за вскладом. Давай, и не халтурь, как в первую брачную ночь. Да, в принципе, как в любую ночь. Ну, давайте, повышайте меня. А что ты с Курцов стоишь? Иди и займись тем, чем ты обычно занимаешься на работе. Понял. Вам зеленый или с бергамотом? Зеленый. Хорошо. С бергамотом. Понял, понял, хорошо. Давай, еночка. С какой должности начнем? Попробуем, секретарша. Вот, чаек. Ну, как результаты? Скворцов, твоя жена сделала невозможное. И ты теперь директор фирмы. Я просто тебя очень-очень люблю. Я директор. Я директор. А что директор делает? Вот. Ключи от служебной машины. Поедешь в налоговую, сдашь отчет. Так, значит, я сейчас еду в налоговую сдавать отчет. А вы тут это... Буду поздно. Очень поздно. Лет через пять. Мы там с документами такое накрутили. А тут мы, по-моему... Не докрутили. Не докрутили. Не докрутили. Не докрутили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...